основа партнера, которые сделали уже много проектов, это и образование и спорт, но в своем выступлении сейчас раскрою специфику реализации IT-проектов в сфере спорта. Вот у Максима на слайде там было 2 тысячи проектов спорта, у нас уже 3, и 20 поданных частных инициатив. Плюс они из поданных. Итак, начнем с того, что изначально 224-й ПЗ у нас не имел в перечне объектов информационной системы. Неледя было реализовывать эти проекты по 224-й ПЗ. 173-й ПЗ в июне 2018 года такую возможность дал, перечень объектов пополнился, и информационные системы вошли в список. Именно с этого момента мы стартанули в реализации ГЧП-проектов в IT. Честно говоря, мы были ледополами, особенно в региональных НПА, и до сих пор очень сложно, я чуть позже тоже об этом поговорю. Большую, большую помощь оказал федеральный проект «Честный знак» и по маркировке. Действительно, были приняты правки, мы очень многие проблемы там обкатали. Но, тем не менее, не все, не все. Потому что все-таки классические инфраструктурные проекты это не то же самое, что IT. Есть большая специфика, которую до сих пор мы добираем уже в пути практической реализации. Я чуть-чуть расскажу про компанию «Мой Спорт», для того, чтобы было понятно, чем мы вообще занимаемся, что такое эти проекты и продуктовая компания. На данный момент «Мой Спорт» — это лидер цифровизации отрасли спорта. И это цифровая платформа, которая объединяет в своем контуре и органы исполнительной власти, и тренеров, и родителей, и спортсменов, и спортивные федерации. На данный момент у нас на платформе более двух миллионов пользователей, и внедряны мы в 66 регионах нашей страны. Безусловно, мы ведем работу по заходу на ОСТЕК, но это, наверное, отдельная специфика, возможно, не всем знакомая, но это тоже обязательный предмет нашего соглашения, в том числе ОВЧП. Продукт представляет из себя как мобильное приложение, так и веб-версию системы, и доступен бесплатно. Как раз Максим говорил о монетизации за счет прямой доходности от коммерческих сервисов. Мы именно такая система, да, то есть публичный партнер при заключении ОЧП не тратит деньги из региональных бюджетов. Это самые вкусные проекты, как правило, да, когда есть прямая доходность, которая обеспечивает и возврат инвестиций, и необходимый уровень доходности. Сейчас, как я уже сказала, в самом начале у нас заключено три ОЧП соглашения, и в 20 регионах мы на разность стадии переговоров. Почему вообще продуктовая компания решила идти в ОЧП? Достаточно специфично для российского рынка, я бы сказала, попасть пересчитать компании, которые умеют это делать и обладают нужными компетенциями, поскольку это требует еще большой гибкости и от публичного партнера, и это всегда очень сложный путь. Почему нам вдруг стало это нужно? У нас на старте компании были определены три ключевых условия, которые нам диктовали тот формат юридического закрепления субъектов, который мы будем выбирать. Первое условие – это очень быстрое внедрение и масштабирование. Нам необходимо было очень быстро зайти в рынок и внедрить систему в субъектах Российской Федерации. Мы делаем это бесплатно, мы реализуем государственные задачи, федеральные уровни в том числе, поэтому в целом здесь вопросов не стояло, но вторая характеристика, которая у нас была – это не брать госденьги. То есть нам необходимо было сделать деньги без затрат со стороны бюджетов регионов. Конечно, ОЧП здесь очень нам подошел, и все инструменты для этого есть. Ну и третий фактор – это информационная безопасность. Это очень чувствительный такой момент для любого IT-проекта, потому что работа с персональными данными требует определенного уровня ответственности. Для нас это тоже очень серьезный вопрос. Но здесь вот не написано, но я все-таки озвучу, еще есть такой элемент, как исключительные права, которые должны остаться в компании, потому что любой IT-проект современный – это САС-решение, и это не отчуждение прав. По 44-му ФОЗе это невозможно, поэтому, собственно, у нас выбор был очень простой в пользу ГЧП, но и, наверное, тут очень важно сказать, что у нас за ключами был уже опыт образования. То есть мы такие проекты делали, мы обладали командой и нужными компетенциями, чтобы этот путь проходить. Поэтому пошли по ГЧП. Я преимущества сейчас не буду даже, наверное, перечислять, потому что очевидно, что это для публичной стороны проекты очень положительно влияющие в целом на экономику субъекта. Но для частной стороны существуют, конечно, большие сложности в реализации, потому что мало того, чтобы публичный партнер был заинтересован в реализации ГЧП проекта. В нашем случае, как правило, выступает интересантно профильное ведомство, Министерство спорта, субъекта. Но, тем не менее, включается очень много ведомств на пути согласования проекта, и, конечно, это требует нашего участия, потому что, вот иногда я шучу, что мы прям за ручку ходим, да, и создаем региональное ГПА, поясняя, почему ГЧП в АйТи это не страшно. Даже поясняя, почему это вообще возможно, потому что некоторые ведомства субъектов до сих пор уверены, что нету АйТи в реестре объектов по ГЧП. То есть даже такие моменты приходится разъяснять. Это, конечно, к вопросу компетенции. Вот на пленарном заседании был вопрос, да, про проблематику. И вот я голосовала как раз за компетенцию, потому что человек, который на земле этот путь прошел, и с субъектами в постоянной работе. Я уже сказала, что у нас собственные средства, у нас нету заемного финансирования или комбинированного финансирования. Здесь, конечно, мы не сталкиваемся с проблемами на стороне согласования с банками и так далее. А банки не любят IT-проекты, потому что они обладают спецификой и по-прежнему остаются еще инновацией. Ну и вот очень я поддержу тезис Максима. Он сказал, что любой проект, неважно инфраструктурный IT-проект в ГЧП, должен отталкиваться от ответа на вопрос, зачем мы это делаем. То есть почему вообще сама форма ГЧП возможна? Потому что мы решаем с одной стороны какую-то государственную задачу, а с другой стороны публичный партнер, частный инвестор, он должен понимать, насколько вообще решение такой задачи укладывается в планы его развития, в финансовую модель. Это вопросы, которые надо решать на берегу. Есть такой документ, который называется концепция реализации ГЧП. Это вот нулевой шаг, с которого надо, в принципе, начинать структурировать все ГЧП соглашения. И мы это делаем. И объединив всю нашу экспертизу, проблематику в субъектах, которые мы собрали, и аналитику, которую провели, мы заказывали отдельные маркетинговые исследования и так далее. И собрав всю эту аналитику, мы определили проблемы, которые есть в отрасли. Поделили на целевые группы. Кто у нас есть в отрасли спорта? Есть тренеры, есть органы исполнительной власти, есть простые граждане, спортсмены, их родители. И есть ключевая задача стратегическая, которая поставлена президентом Российской Федерации в его указе о национальных целях развития до 2030 года. Там есть задача увеличения доли граждан систематически занимающимся спортом. Именно это стало ключевой такой стратегической задачей. И дальше мы по целевой аудитории раскладывали проблематику. Что делали дальше? Создавали продукты. Продукты, которые отталкиваются от проблем, которые мы выявили. Например, тренеры перегружены бумажной работой. Они бесконечно находятся в исполнении журнала, учета, подготовки и так далее. Мы создали для них мобильное приложение бесплатное, благодаря которому они избавляются от этой бумажной балакиты. Для родителей мы создали бесплатное приложение, которое обладает набором базовой информации, которая доступна для родителей и спортсменов в бесплатном доступе. Кроме того, дали гражданам возможность искать спорт-объекты, записывать своего ребенка на занятия в спортивной школе. Для министров мы дали удобные дешборды, которые агрегируют данные всей отрасли. И, наконец-то, можно принимать управленческие решения, основываясь на данных лагерств любой. Ну, например, министр видит загрузку спортивного объекта и принимает решение, что ему нужно сделать. Либо построить новый спорт-объект, который то разгрузит перегруженный спорт-объект. Или, может быть, у него рядом локаций есть другой спорт-объект, который не загружен. И есть возможность перенаправить поток посетителей просто из одного объекта в другой. Тем самым, возможность сэкономить бюджетные средства. Вот такие решения дают возможность принимать цифры. Это есть прорыв цифры, без которой невозможно дальше на основе данных принимать решения. Есть интересные проекты по использованию искусственного интеллекта. Я, наверное, чуть-чуть пропущу, потому что это уже такая глубина. Мы вот в Московской области реализовали такой проект в рамках ГЧП. И вот про жизненный цикл. Я хотела здесь отдельно остановиться. Конечно, любой IT-проект ГЧП имеет жизненный цикл. И, собственно, область похож. Он почти такой же, как и жизненный цикл любого проекта инфраструктурного, классического, скажем так. Но есть одна специфика. Такая, она неочевидная для тех, кто ногами этот путь не проходил. Это исключительные права. То есть вся сердцевина соглашения, все структурирование, оно строится вокруг исключительных прав, вокруг объема, вокруг набора данных, которые хранятся в информационной системе и обрабатываются. И вот мы с коллегами вывели сами для себя такой стержень соглашений. У ЛГЧП в IT это интеллектуальные права, это функционализ продукта, про который я вам сейчас рассказала, как мы его развиваем и итерацией мы дорабатываем, отталкиваясь от потребностей пользователя. Это закрытие потребностей государства, естественно, по второй стороне, без которой проект невозможно реализовать. И возврат инвестиций, доходность частного партнера. Про распределение рисков Максим уже сказал, я тут не буду, наверное, повторяться. Еще один момент — это масштабированность. Очень многие IT-компании боятся идти к ЧП, поскольку не понимают, как можно СААС решение масштабировать. Но инвестор может создавать информационную систему в одном регионе и потом подавать частную инициативу в другом регионе. К ЧП это позволяет. Вот это тоже важный момент, который, возможно, неочевиден из-за недостатка опыта и компетенции в IT-компании, которые просто не знают, как этот путь на земле просе. И я буду завершать. Сейчас расскажу вам про такой тоже, про игрую принять решение. И мы с коллегами рассуждали, на каком из этапов сейчас находится и публичная, и частная сторона, обычно при реализации проектов. Несмотря на то, что у нас государство находится в активной стадии развития цифровой экономики, и все постоянно слышали про тенденцию цифры, про клиентоцентричность, но все еще это остается инновацией. И публичная сторона, и частная сторона находятся примерно на третьем и четвертом шаге. Это анализ и заинтересованность. И я надеюсь, что мы как ледокол действительно прокладываем эту дорогу, и IT-компании перестанут бояться такой формы взаимодействия с государством, как на СЧП, потому что, по сути, это пока единственный инструмент сделать эксклюзивность в обнедрении продукта и в долгу устроить отношения, партнерские отношения с государством. И вот буквально выступала на прошлой неделе на форуме одном в Москве, и министр спорта Пермского края Татьяна Васильевна, она такую фразу сказала, она говорит, я очень хочу, чтобы у нас между публичным и частным партнером было чуть больше эмбасии. И вот в конце своего выступления я бы хотела завершить на том, чтобы мы вывели такие факторы успеха, которые позволяют масштабировать IT-проекты в ГЧП. Это согласованная дорожная карта, и сопровождение профильного ведомства в регионе – это очень важно. Это компетенция, о которой мы уже поговорили, это гибкость частного партнера и цифровая зрелость публичного партнера, чтобы обе стороны понимали заинтересованность в своем, для чего они делают КЧП проект в IT. Ну и пожелаю нам всем эмпатии друг к другу, потому что если есть цель достичь общего результата, то компромиссы всегда найдутся. Спасибо. Спасибо большое. Я просто не думаю, почему я хочу сказать. Благодарю вас за то, что вы обратили внимание на то, что, ну и в целом, на то, что ваш продуктовый виник растет именно от потребностей, который является, наверное, базовым фактором для того, чтобы успешно сложить какую-то новую историю. А также на специфику именно IT-проектов, которые связаны с тем, что, по большому счету, необходимо формировать стабильную правую базу от каждого решения. И вот, и в отличие, например, от коммунальных концессий, в концессии области капитального строительства, вот даже, исходя из выступления Максима, было видно, что профиль отраслевой этим проектом вообще разный. Это, на самом деле, очень широкое поле. И в свое время, когда мы как раз формировали это законодательство, у нас была точка зрения о том, что под IT можно подвести любой проект в любой отрасли, где не требуется удвиженное имущество. Можно достаточно задавать какую-то IT-компоненту, сделать объект IT и дальше в рамках удвиженного имущества и вызвать проект в практически любого отрасля. Ну, правда, показалось, что это не совсем так. Хотел бы вам два вопроса задать. Первое – это вот есть ли среди объема прав институтальных те, которые предоставляют публичным партнерам, ну, либо предоставляют исключительные правы, либо право используем запределанные сроки действия соглашения ВЧП? Да. У нас несколько проектов так структурированы. Мы предоставляем исключительную лицензию на территории субъекта, где заключаем ВЧП. А исключительные права, и они остаются у нас. А объект появляется? Информационная система. Информационная система. И с вашей точки зрения, что могло бы стимулировать масштабирование Ваших проектов в области ВЧП? Ну, или аналогично, на федеральный год. Ну, то есть, вы предложили факторы, которые являются факторами успеха для масштабирования региональных объектов в этих проектах. Что могло бы уступить факторам успеха или стимулам для того, чтобы эти проекты масштабировались на региональном объекте, но с федеральной поддержкой? Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что я думаю, что таким фактором может выступать только время. Потому что мы сейчас поговорили о том, что должен быть государственный запрос задачи под проект, но только время может сформировать это понимание государства, что бизнес может делать качественно, бизнес может делать хорошо, в том числе решая и государственные задачи. И как только эти проекты научатся масштабироваться в первую очередь в субъектах, они станут заменными, им начнут доверять, объем трафика будет позволять уже о том, чтобы заходить на федеральный уровень. Я думаю, что только так, потому что просто зайти и в холодную начать переговоры будет практически невозможный путь, честно говоря. Поэтому я думаю, что надо начинать с масштабирования по субъектам и потом покрывать государственные задачи федерального уровня, а бизнес точно станет нужен, потому что цифровая экономика развивается настолько сильно, и цифровые сервисы развиваются тоже очень быстро, госбюджета просто будет в какой-то момент не хватать. И поэтому будет зарождаться сотрудничество на федеральном уровне. Спасибо. Можно ли просто, чтобы мы не упустили эту мысль? У Ксении нам прозвучало очень интересное, мне кажется, по поводу SaaS. Что базово сейчас такой информационный сервис. Ну, мы сейчас… У нас вырисовывается для плоскости. Это проект типа там фото-мидеофиксации парковок, там это отдельная вселенная, свет, да, и вот есть, когда мы говорим про софт чистой воды, и, безусловно, там тренд на SaaS, и то, что текущие решения, которые продаются, это классический SaaS. Но прикол в том, что сейчас… Интересная мысль в том, что сейчас, конечно, весь айтишный мир вообще переходит на баз, на business as service, когда бизнес-процессы предлагаются как решение, как облачное решение вместе с некими сопровождающими услугами. То есть, условно говоря, коллеги тогда предлагали не каждому региону новую информационную систему развивать, у них есть своя, где есть облачное решение, которое кастомизируется и выделяется под заказчика, заказчики пользуются, как считают нужным, под себя поднастраивают, и формируют базу данных. И вот нам по-хорошему, с нормативной точки зрения, с точки зрения практики, надо уже смотреть в завтра. Завтра оно про систему моделей BigBus, а у нас сегодня, вроде как законодательство это делать не запрещает, тогда объектом будет не столько софт, сколько база данных. То есть, тогда получается, публичная сторона заказывает кастомизацию как себя и как рит получает отчурдаемую базу данных, которая на базе цифрового решения формируется. Вот это, мне кажется, будет, если дай бог, будет не только два оператора, не только для информационной системы почему продвигается, а больше. Мы рано или поздно с этим столкнемся, и в этом, наверное, надо думать сейчас, как нормативно что-то подкрутить, чтобы это работало. Я прошу прощения, просто не спрашивал. Можно я еще буквально одно слово добавлю в тему ремарки Максима. У нас в одном из соглашений базы данных уже структурировано, как то, что мы передаем. Как мне кажется, то, что мы передаем после истечения 15 евро ЧП? Да, это конгренция, и я тоже благодаря вам, что проект в том числе и сфере на руках, в КНД, будет на этом выпуск. Следующий выступающий Дмитрий Кирин, явленный директор внутреннего телекона. Так, с реализацией было что-то на ВОЧП, а теперь мы просто в новый проект. ВОЧП 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 ВОЧП